Продолжение следует... 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 Для Путина, в первую очередь, который рассматривает такую угрозу лично для своего режима, лично для себя, то мы видим, что, видимо, другого у них выхода, возможно, и не было. Хорошо, спасибо вам большое. Господин Скандарян, вам слово. Почему все-таки Армения? Многие в Армении удивились, что Армения тоже согласилась вводить войска, то есть отправить свой контингент в рамках ОДКБ в Казахстан. Вот, например, Киргизия, которая находится рядом, пока такого решения не приняла. И здесь у Армении есть в плане принятия вот такого рода решения определенные нюансы, так скажем, общества. А задача не тем, что вот в свое время ОДКБ никак не отреагировало на ситуацию в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, потом на армяно-азербайджанской границе, то, что происходило и так далее. Более того, Казахстан поддерживал территориальную целостность Азербайджана, вообще позицию Азербайджана в Карабахском вопросе. Почему Армения вот пошла на такой шаг, по вашему мнению? – Я сначала продолжил бы логику коллеги Дубнова. То, что происходит в Казахстане сейчас, это социальный бунт, переросший в политический сетевой протест, который перерастает во внутриэлитный раскол. Причем внутриэлитный раскол, в котором различные части правящего класса тандема, они, судя по всему, решают свои проблемы, пытаются решить свои проблемы, в том числе вооруженным образом. Восстание на сегодняшний день, мне кажется, вот не знаю, согласится ли Аркадий или нет, можно называть уже алматинским, а не общеказахстанским. И это безумно интересный процесс, который там развивается. И вот этот процесс может привести к разным, чрезвычайно сложным вариантам развития. И после того, как власть, традит власти будет завершен, очевидно, Россия решила, ну, говорим о ДКБ, подразумеваем Россию. Россия решила держать руку на пульсе, чтобы в любом случае оставлять эту страну, согласен, опять же, с Аркадием, безумно важную для постсоветского пространства, с российской, не только российской точки зрения. То есть решение было принято, конечно же, оно к Армении не имеет ни малейшего отношения. Принято оно было в Москве, принято оно было во время телефонного разговора Путина с Такаевым. Ну, был также телефонный разговор, как мы знаем, с Лукашенко. Ну, Лукашенко стратегия такая, да, быть женихом на всех свадебах и покойником на всех похоронах в постсоветском пространстве. Это касается позиции Белоруссии, способ поведения Белоруссии, а не того, что происходит в Казахстане в данном случае. Ситуация в Армении еще более выпуклая. То, что это заявление прозвучало из уст господина Пашиняна, это, строго говоря, случайность. Но в данный момент Пашинян оказался председателем Совета коллективной безопасности. Это заявление должно было прозвучать из его уст. Точка в том, что, соответственно, нужно было, естественно, демонстрировать лояльность России, ОДКБ. И вообще Россия, они важны для Армении вообще и сейчас в частности. И другого выхода, строго говоря, у Пашиняна не было. Сравнивать Армению с Кыргызстаном не стоит, потому что Кыргызстан напрямую вовлечен в то, что происходит с Казахстаном. Кыргызстан – сосед Казахстана. Кыргызстан очень сильно зависит от Казахстана. Некоторые вещи, которые происходят в Казахстане, там с внутриклановыми проблематикой, они Кыргызстану не просто ясны, они его касаются напрямую. Поэтому вести себя так, как Армения, которая находится достаточно далеко от Казахстана и в географическом, и в психологическом, и в каком угодно смысле, в постсоветском пространстве Кыргызстан не может. Что касается посылки войск, ну, я бы вот так прямо это не называл, да. Я, мой приятель, сегодня утром, когда я открыл компьютер, я увидел шутливое письмо от моего приятеля, который из другой страны, который поздравил меня с Рождеством и задавал шутливо вопрос о том, какую именно часть Казахстана собираются оккупировать те 70 армянских военнослужащих, которых якобы пошлют в Казахстан. Это символ, это знак, повторюсь, выбора особого у Паширяна, я думаю, что не было. И относиться к этому как к серьезному вмешательству вряд ли стоит. Что касается символической части недовольства в Армении, да, конечно, я вижу уже и от журналистов, и в социальных сетях некую бурю возмущения. Мне кажется, что эта буря возмущения связана с внутриармянской политической реальностью, то есть оппозиционные Пашиняну. Люди, они обвиняют Пашиняна во всех случаях, и в этом случае, да, вот, демократическую революцию в Казахстане давят армянские войска, да. Ну, понятно, повторюсь, это имеет отношение к внутриармянской политической реальности. Что такое Шапраш-Тенар, я думаю, что в Армении не знает, наверное, ни один человек, но, может быть, несколько человек знает, да. Что такое, там, ну, представить себе Арменида, который слышал о том, что существует три жуза, уже хорошо, думаю, что не более того, специфику Запада-Казахстана. Назарбаев приходил к власти после социального восстания на Западе-Казахстане с межэтническим компонентом. Это, надо сказать, то, что происходит с младшим жузом, оно происходит не первый раз. У этого есть своя логика. Ну, кто здесь в этом вдумывается? То, что говорят в Армении, говоря о Казахстане, говорят об Армении, говорят о внутриполитической армянской реальности, а не о том, что происходит, вот, собственно, в той стране. Спасибо, господин Искандарян. Господин Дубнов, господин Искандарян упомянул относительно, вот, внутриэлитного раскола в Казахстане, казахстанская элита, казахстанская власть, насколько, как я понял, то есть, как я поспрашивал моих коллег в Казахстане, я говорю, ну, кто эти люди, которые выходят, как-то они координируются за такое короткое время, выйти с таким количеством, там, достаточно организованно взять руки в оружие, там, громить различные государственные здания, там, ставить блокпосты и так далее и тому подобное, но для этого нужно иметь определённую тоже подготовку тоже. То есть, кто эти люди, никто не знает, и все, и многие, то есть, говорят о том, что, скорее всего, это какие-то внутриэлитные моменты, когда часть элиты выходит против другой, а кукловоды на самом деле пока неизвестны или не видают себя, держатся в тени, так скажем. И вот в этом процессе во всём случилось то, что Назарбаев окончательно ушёл из элит, так скажем. Он, то есть, его место в Совете Безопасности занял президент. Так ли это всё, то есть, это вообще связано с внутриэлитным расколом? Что там вообще происходит в этом плане? Ну, внутриэлитный раскол, я совершенно согласен с Аликом, он имеет место, но он сегодня, может быть, даже ещё не раз... Хотя, ладно, не будем цепляться к терминам. Дело в том, что никто не предполагал... Элитный раскол предполагает, что он существовал, и вот сейчас он обнажился, да, и как бы стал расширяться, и вот привёк к вооружённому конфликту бунт. Я бы так не сказал. Это возникло в ходе процесса. Согласен с Аликом, что сначала это был социально-экономический протест, он перерос в результате очень вялой, очень непоследовательной, очень, я бы сказал, неполитической реакции президента Такаева на эти события. Он перевёл к тому процессу, который мы имеем. На мой взгляд, Такаев вёл себя, он всё время опаздывал в принятии решения, начиная где-то с 4 января. Не буду всё это анализировать, но сначала он допустил, на мой взгляд, серьёзную ошибку. Он стал угрожать молодёжи армянской. Обнаружил, я бы сказал, то, что с обратной стороны выглядит как эйджизм, то есть вот это противопоставление поколений, которое в Армении, наверное, тоже имело место, но в Казахстане, оно особенно имело место, потому что медианный возраст казахского населения, по-моему, чуть ли не 29 лет. То есть молодёжь в Казахстане сегодня превалирует. Эта молодёжь выросла в, не хочу сказать, в антисоветской среде, в среде абсолютно, как бы не имеющей опыта проживания в советском социуме. Такая плот от плоти советский человек. Так же, тем более, как и Назарбаев. И вообще, ну, не будем сейчас, так сказать, экстраполировать на всё посоветское пространство, но замечу, что руководители трёх государств, центровых СНГ, Россия, Белоруссия и Казахстан, возглавляются лидерами советского типа. По возрасту, по опыту и даже по стажу, возглавляемых на работе. Это очень многое определяет. Возглас Шалкет, старик уходи, Шалкет, который прозвучал и стал мемом казахского бунта, он, в общем, целиком полностью относится к всему этому трёхстрановому пространству. Ладно, возвращаемся к Казахстану. Вот только что, пока вы мне задавали вопрос, пришло сообщение о том, что заморководитель казахской администрации сказал, что бунтовщиков были на свинтовке с оптическим прицелом. Я этому верю. Это не значит, что верю всем остальным, так сказать, сообщениям, которые авторизованы власти. Но дело в том, что это абсолютно, в принципе, должно было иметь место. Это очень, вы совершенно правы, были хорошо подготовленные люди. Но обращу ваше внимание, эти люди появились в середине дня 5 января. В середине дня 5 января появились на улице Халматы. До этого был хаотический, вполне уличный, вполне, я бы сказал, такой квазидемократический протест социальный. Выходили люди, представали по казахским традициям, далёким от белорусских. Они хватали своих ОМОНовцев, там били их, вступали в схватки, там столкновения. Но это мужчины. Вы в Армении понимаете, протест – это мужское дело. И у вас, у казахов, в первую очередь, ещё больше, чем у вас. Выходит мужчина, они друг друга не жалели. В середине дня 5 января, и реперная точка, я считаю, выступлением, скажем, того же Пескова, который не обнаружил беспокойства. Так вот, в середине дня появились другие люди, хорошо организованные, накачанные, и уже вооружённые летальным оружием. И вот с этого момента процесс в Алма-Ате, и совершенно согласен с Аликом, это алматинский, так сказать, уже процесс, пошёл совершенно в другом направлении. Были уже заняты очень профессиональные основные здания административные, в том числе и КНБ в Алма-Ате, нацгазопады. Сопротивление при этом не было окажено. Я спрашиваю, не только я спрашиваю, почему не было никакого окажена, там были люди хорошо подготовлены, а потому что они знали или понимали, что это практически свои вошли. А как эти люди оказались в Алма-Ате в условиях ЧП, чрезвычайное положение, к тому моменту уже действующее? Как они вошли, когда город закрыт? Как они быстро организовались? Я и другие люди отвечают на это, потому что эти люди прикрывались чрезвычайно полномочными представителями таких властных структур. А может быть, бывших структур, к этому моменту, которые были уволены. А кто был уволен? А были уволены руководители нацбезопасности. А какие руководители были уволены нацбезопасности? В первую очередь, это племянник президента Назарбаева, сама Таби. Дальше я вам цепочку должен, так сказать, излагать подробно. Вот это третья сила. Вот эта сила, которая, видимо, у меня нет пока доказательств, вступила в эту схватку. Ее интересы можно, так сказать, экстраполировать. Может, они захотели показать Такаеву, что горячится, так вот откровенно подняв забрало, пошел на фапу, на елбасы. Может быть, уже дело не в самом елбасы, а в тех авуаров, в той собственности, в той огромном, так сказать, запасе на весе, так сказать, богатства Казахстана, который принадлежит клану Назарбаевой семье, которую надо защищать, и дело уже не в личности самого елбасы. Может быть, в этом дело? Следующий вопрос, а кто эти люди? И вот тут уже чрезвычайно опасная версия. Не опасная, а в общем, достаточно серьезная, которую надо рассматривать. Есть серьезная основа, я считаю, что это криминалитет, собранный и курируемый как раз вот теми людьми, которые ему, так сказать, потворку или его собирали. Они что, попали в Казахстан? Как они за несколько часов? Они что, через этот самый попали? Через Шимкент из Узбекистана? Через Оренбург из Москвы? Из России? Да нет, они сидели там. Они были собраны и готовы, были брошены моментально. Просто моментально. Поэтому, когда Такаев говорит о том, что это международные террористические банды, ну, это очень лукавая, неловкая, так сказать, ширма. Он прекрасно понимает, в чем дело. Он знает, кто ему противостоял. Так вот, обратите внимание на подтверждающие это событие. Абсолютно безжалостные, абсолютно брутальные действия сегодня военных по отношению к этим бунтовщикам. Мы их уничтожим, мы их расстреляем, мы их там, да? Так, в принципе, к своим не относятся. Это либо, так сказать, совсем чужие, да, вот совсем чужие, так сказать, да, инсургенты из Афганистана, либо свои, которых не жалко, которых надо мочить, замочить и, как бы, все следы уничтоженных. Так что, чрезвычайно опасная, конечно, ситуация в этой... Ну, просто, ну, к сожалению, как всегда, врут нам истинные причины. Мы очень скоро узнаем, это все будет понятно. До сих пор мы не узнали имени ни одного убитого, так называемого бандыщика. Потому что их надо уничтожать. Понимаете? Вот, собственно говоря, пока такую ситуацию. Хорошо, спасибо вам большое. И, господин Искандарев, вам слово. Это, опять-таки, вы согласны с этим мнением, что это вот внутриэлитные моменты, то есть уходящий президент, так скажем, защищает себя, свое имущество, свой клан и так далее, и тому подобное. И приходящий наступает на него. Ну, не так ходульно, но в общем, в целом, я думаю, что... Во-первых, я думаю вообще, что в постсоветском пространстве рисковым является передача власти. Рисковым моментом. И на уровне передачи власти, когда не выработан еще механизм, традиция, как в развитых демократиях, и с другой стороны, уже нет такого типа передачи власти, который существует в традиционных монархиях, возникает проблема. И это было и в Армении на уровне передачи власти. Очень долго реально овладевал властью в Азербайджане Ильхам Алиев после смерти отца. Ну, и даже еще до смерти отца и после долгое время, ну и так далее. Это всегда проблема. И вот этот вот привод Такаева и медленный уход Назарбаева из власти, он создал ситуацию тандема, которая из себя представляет, в принципе, противоречия. С одной стороны, ну, Назарбаев сам, ну, во-первых, конечно, не знаю, как его можно знать, но все-таки, ну, человеку 81 год, человек не очень здоровый. Слухи некоторые говорят о том, что он вообще не в Казахстане большую часть времени находится, и сейчас там, ну и так далее. Господь его знает. Но племянники-то есть. И вот ключевое слово произнес произнес коллега Дубнов, он сказал слово саматабиш. Да, я еще скажу про Кайрата Сатыбады. Ну, Сатыбады. Племянники есть, клан есть, любой казах это понимает. Когда люди восставали в Жалеозене, это же было восстание не за демократию, хотя в некотором смысле, может быть, и за демократию, в смысле, что давайте равноправие кланов, ребята, мы тут в такой экологии живем, так тяжело трудимся, так мало обеспечены, а там представители вот того клана, который правящий, да, он благодельствует в Алмате, в Дур-Султане и так далее. И это вот некоторый раскол, потому что силовые структуры, они оставались под контролем, ну, скажем так, кого-то другого, в значительной степени не такая. Вот эта вот подушка безопасности была Назарбаевым создана. И тут возникает чрезвычайно много странностей. Почему никто не сопротивлялся? Все практически свидетельства говорят о том, что в Алмате нету на улице безопасников. Действительно, почему НКБ был взят так легко? Ну и так далее. То есть это вот те противоречия, которые приводят к расколу, даже если заранее он не планировался, они к нему приводят. А дальше вывод, мне кажется, очень понятный. В этой ситуации, ну, выпустить Казахстан из-под какого-то контроля, это будет чрезвычайно серьезной проблемой для всего окружающего пространства. От Китая и до, я не знаю, Ирана включительно. Про Россию я уже не говорю. То есть то, что в Казахстане происходит, оно чрезвычайно чревато до тех пор, пока не будет выстроена следующая система власти. И вот в этом случае очевидно, что при этом выстраивании системы власти, господин полагает, что нужно воспользоваться услугами России. Вот даже если предположить, что все будет именно так, и что завтра российские войска будут оттуда выведены, когда все это закончится. Вот то, что это уже произошло, это очень по-серьезному повлияет на планы господина Такаева или кого-то другого, кто будет к тому моменту власти, с тем, чтобы делать из Казахстана какой-то там, я не знаю, новый Сингапур, о чем там много, как и везде говорится. И вот это будет приводить к тем проблемам, которые, опять же, ну вот я знаю, журналисты не любят, когда говорящие в эфире соглашаются, а не любят, когда они спорят. Но я, честное слово, не могу дойти, в чем поспорить в этом смысле с Аркадием, потому что действительно постсоветское поколение. Похоже на то, что в Армении, совсем по-другому в Армении это происходило, но действительно люди, у которых нет советского опыта, действительно люди, которые всю эту мифологию советскую не понимают, действительно люди, которые выросли на совершенно другой истории. Для них Советский Союз – это уничтожение казахов голодом, это заселение казахов, Казахстана людьми из других частей Советского Союза, это издевательство над казахской экологией и так далее, и так далее. Даже не важно, насколько это правда или неправда, но это люди, выросшие совершенно в другой духовной среде. Извините, я должен уходить. Хорошо, хорошо, понял, господин Дубнов. Самое главное мы с коллегой сказали, мне кажется. Господин Искандарян, и последний вопрос. Вы отчасти затронули эту тему, как это отразится на многовекторность Казахстана после ввода войск России, ОДКБ в целом в Казахстан и устаканивания там ситуации. Это будет нечто похожее на Беларусь, который, можно сказать, на данном историческом этапе отказался от многовекторности после тех протестов и поддержки России для того, чтобы подавить или умиротворить ситуацию там. И как ситуация в Казахстане скажется на другие страны, в данном случае России. То есть в России в целом до последнего, до этих событий прогнозировали вот примерно же такой уход главы России Путина от власти. Примерно же такой уход прогнозировали. Я сейчас просто... Примерно же такой уход прогнозировали, что Путин уйдет, придет кто-то другой, но он уйдет, но останется, как Назарбаев. Это как-то повлияет на способы транзита власти в других странах постсоветского региона. Мне трудно очень сказать, каким образом будет развиваться Казахстан дальше, потому что точка бифуркации еще не пройдена. Я думаю, что каким-то образом возможно устаканить ситуацию сейчас, но голову на отсечение я бы не давал. Ситуация может развиваться очень и очень по-разному. Она явно плохо контролируема. Те сведения, все эти сообщения и эти ужасающие сообщения об отрубленных головах, головах, об убитых людях и так далее, меня совершенно, во-первых, не убеждают. Нет никаких подтверждений реально. Кадры, которые мы видим, которые мы можем видеть, они показывают, что ситуация очень тяжелая и так далее. Все может пойти очень по-разному. Люди, которые поддерживают, ну вот клан Шапрашты, да, то, что называют, тот клан, которому принадлежит Назарбаев, да, это же вот как раз регион вокруг Алматы, это юг Казахстана, и явно там существует некоторый тип мобилизации. Действительно, очень интересно было наблюдать, вот когда ситуация менялась каждый час. Вот приходят люди, они врываются в какое-то учреждение, а для тех людей, которые это учреждение охраняют, они не бандиты нападающие или восставшие, а они казахи просто. И тем более, если они примерно из того же клана, к которому принадлежат те люди, которые охраняют. Вот эта ситуация чревата разными видами развития. Если и когда устаканится, будет ли Казахстан развиваться принципиально по-другому. Понимаете, Казахстан экономически очень сильно уже привязан к Западу. Чрезвычайно сильно. В основном тот капитал, который есть в Казахстане, это западный капитал. Есть привязка к Китаю и есть территориально просто, географически привязка к Россию, потому что экспорт Казахстана идет через Россию. Поэтому вот совсем становиться некомплиментарным Казахстан, который устаканен, Казахстан, который остался единым государством, он не может. И это будет продолжаться. Другое дело, что в сфере безопасности и в сфере каких-то гарантий того, что будет оставаться государственность работающая, тот режим, который будет существовать, он будет обязан в том числе и Российской Федерации. И это, конечно, не может не отразиться на дальнейшем поведении Казахстана. Что касается примеров России и так далее, передачи власти, дело же не в том, что власть передается как домино, так как где-то случилось, то в другом месте случится так же. Речь в том, что существуют общие причины для того, чтобы в гибридных режимах власть передавалась тем или другим образом. Будет это скоро или не очень скоро? Будет это при жизни Путина или когда Путина не станет? Будет это сравнительно быстро и мягко или менее? Все равно мы будем иметь дело с тем же самым процессом, с исчерпанием советского поколения лидеров, с тем, что власть будет передаваться людям совершенно другого бэкграунда. Будет она передаваться революциями, будет она передаваться восстаниями, дворцовыми переворотами, демократическими выборами. И это нежности. Главное, что будет образовываться совершенно новое пространство, в которое, как мы видим, вот мы живем в пространстве, которое для людей там моего поколения, мы прекрасно помним о том, как это пространство было одной стороной. А сейчас люди в какой-нибудь Армении понимать, что происходит в каком-нибудь Казахстане, просто не могут. Вот все то, что пишется, ну вот в социальных сетях, то, что журналисты пишут про Казахстан, то, что я успел посмотреть, не имеет к реальности никакого отношения. Мы ушли уже достаточно далеко, но общие признаки этого пространства осталось. И, конечно, это будет отражаться и на России, и на Белоруссии, и на центрально-азиатских странах. Не потому, что это случилось в Казахстане, а потому, что это общий процесс. Хорошо, спасибо вам большое, господин Искандарян. Это была очень интересная дискуссия. Я надеюсь, что наши зрители посредством нашей дискуссии постарались и попытаются понять, что происходит в Казахстане, каким является, по сути, в чем является суть проблемы, генезис вот этого процесса и протеста, почему он трансформировался в вооруженный конфликт и так далее и тому подобное. Мы обсудили вопросы, касающиеся ввода миротворцев РОДКБ в Казахстан, попытались понять, какие развития там ожидать, и вообще, какие развития ожидать в Казахстане, который является частью Евразийского экономического союза. И нашими спикерами были Аркадий Дубнов и Александр Искандарян. Спасибо. До новых встреч. Спасибо.